Рынок перенасытился, ну и таких прям продаж, как раньше, нет. Сейчас замечается, что очень много машин сейчас стоят на продаже, но по факту они и так и стоят. С одной стороны, произошел резкий рост цен, когда у нас началась спецоперация и курс рубля резко упал. В этот момент цены на автомобили, ну прежде всего новые, конечно, очень сильно выросли, это в полтора и более раз. С другой стороны, как мы знаем, сократился спрос в связи с тем, что в целом платежеспособные доходы на селение упали где-то в среднем на 6%, может даже больше. И при этом еще к тому же Центробанк, как мы знаем, с начала спецоперации повысил учетную ставку рефинансирования до 20%, что автоматически повысило все ставки по банковским кредитам для приобретения автомобилей. Поэтому, естественно, конечно, спрос катастрофически упал в 4-5 раз и он сейчас, по сути дела, только восстанавливается, при этом он еще не дошел до кризисного уровня. Сейчас люди покупают с аукционов автомобиля, потому что сейчас очень выгодно там брать, потому что гаражи гораздо ниже пределы даже, ну, чем нежели здесь покупать, там, скажем, машина обойдется в 700 тысяч. А если через аукцион взять, то можно сэкономить порядка 150-200 тысяч, даже такое. Ясно, что сейчас рынок автомобильный переформатируется, то есть западные, ну и даже те же японские, например, автоконцерны, они с рынка практически ушли, значит, на их место заходят, ну, прежде всего, китайские производители, но, тем не менее, цены все равно остаются высокие, то есть, можно сказать, что практически на малодоступном для жителей Бурятии уровне. На этом фоне, кстати, происходит активизация вторичного рынка, то есть, вот, рынки бэушных автомобилей, так называемых, и, прежде всего, автомобили, в том числе, вот, из Японии с правым рулем, они в настоящее время, как бы, получили второе дыхание, то есть, цены на наиболее популярные марки тех же самых Toyota и других японских машин вполне демократичны, то есть, они в несколько раз ниже, чем цены на новые машины, поставляемыми теми же компаниями на российский рынок, и, соответственно, конечно, здесь вот этот поток, он, как бы, хлынул у нас с востока. Ко мне обращаются, в основном, люди с бюджетом до 500 тысяч рублей, больше востребованы сейчас автомобили, это гибриды, все понимают, что они экономичные, сейчас люди уже не так боятся, как раньше, соответственно, люди их уже покупают. Ну, всегда в цене Prius, либо что-то из Honda, Honda сейчас в основном берут Freed, Honda Freed, Honda Freed Spike, гибридные или простые варианты, на них сейчас больше, наверное, акцент у людей. Либо Кейкара сейчас завоевывает тоже свой рынок. Кейкара это такие маленькие мобильные машинки, такие, скажем так, смешные на первый взгляд, с маленьким объемом двигателя 0,7 миллилитр. Вот они и стоят в пределах 500 тысяч, вот люди их тоже охотно берут. Это может быть немного грустно и печально, но альтернативы сейчас нет. Китайский автопром, он заполняет рынок. Если сравнивать спрос и покупательскую способность на зиму и на осень 2021 года, то по сравнению с этим периодом у нас, конечно, наблюдается небольшое падение трафика, как, в принципе, и у любых дилерских центров. Но с чем мы сейчас столкнулись, и это нас радует, падение трафика привело к увеличению конверсии. К нам приходят подготовленные клиенты. Клиенты, которые уже целенаправленно приходят за автомобилями китайского автопроизводителя. Да, цены немного подросли. Они подросли от 10 и чуть выше процентов. Но чем это может быть уравновешивается? Это уравновешивается просто беспрецедентными скидками. У нас скидки на автомобили, на некоторые модели, вот в этом месяце доходят до 500 тысяч рублей. Банковские автокредиты сейчас очень выгодны. Ставка по кредитам начинается от 7%. И более того, появился такой продукт, как авторосрочка на 30 месяцев, и он беспроцентный. У нас большая часть клиентов, кто кредитуется, они уезжают как раз по этой банковской программе. Покупатель, который хоть раз приобрел автомобиль в дилерском центре, он уже на авторынок не поедет. В России отношение к автомобилю было двояким. С одной стороны, да, это как бы средство передвижения, чисто рабочий инструмент. А с другой стороны, конечно, инструмент для вложения средств для сбережения, накоплений. И сейчас ситуация такая, что в целом, конечно, люди, приобретая автомобили, думают, конечно, о некой его капитализации с тем, что, если, к примеру, они его захотят продать через какое-то время, по какой цене они его продадут. Поэтому существуют дифференциации, что отдельные марки, например, ну, те же Toyota, например, они пользуются большим спросом. Соответственно, как бы вот инерция рынка, она как раз таки и давит в том направлении, что люди покупают те же Toyota, Lexus и другие известные марки с тем, чтобы, скажем, сохранить свои накопленные сбережения. Почему начал вообще заниматься автобизнесом, так скажем? Ну, вообще, это как бы мое хобби. Я с детства увлекаюсь автомобилями. Ну, и как-то потихонечку-потихонечку сначала начал заниматься запчастями, когда переехал в ОНУД, сам я с района. И все как-то переросло, то, что я начал заниматься автомобилями. Автомобили всегда продавались и будут как бы продаваться, ну, мое мнение, в ценовом диапазоне где-то люди могут и за миллион позволить себе автомобиль купить. Но чаще всего спрос от 400 до 500. Чаще всего у нас, ну, Toyota Harrier, там, 98-го, 2000-го года. Хорошо их покупают Allion и Toyota. В принципе, Toyota, наверное. Да, Toyota. У нас, как бы, да, в ходу Toyota люди покупают. Но сейчас у нас их нет в продаже, так все пораспродали, забрали. Но люди ищут. Toyota Camry хорошо тоже рассматривают. Вот 2008-е, года 9-е. Ну, вот даже сейчас, да, люди? Да, даже сейчас вот тают Harrier, да. Получается, трехлитровый, выдовый. Отечественный автопром пользуется спросом? Пользуется, да. Что смотрят? Смотрят в основном Нивы, Тольятинской, там, сборки какой-нибудь. В основном они прямо вообще в спросе. Жигули хорошо берут. Даже Жигули берут? Даже Жигули. Женя, ты нас решил прокатить на своей машине. Что это за машина? Расскажи. Это Mitsubishi Lancer Evolution. Вообще, это мечта моя, шестого класса. Очень долго мечтал, а не искал очень долго я. В чем ее фишка? Я вот вообще не понимаю ничего. Ну, вообще, этот автомобиль, он более-менее спортивный считается. Там, турбовый двигатель стоит, 4WD на механике. Все, как я люблю. Но это же не городская машина. Да, каждый день на ней, конечно же, не поездишь. То есть, это для души у тебя? Да, это для души автомобиль, так как я мечтал. Езжу я на нем не каждый день. В чем главная фишка этой машины все-таки? Она очень хорошо держит дорогу по серпантинам. Так как у нее стоит супер-Аяк, это задний редуктор, он распределяет мощность на каждое колесо. То есть, в занос автомобиль поставит... Уверенно себя потрасит. Очень уверенно чувствует себя, да. По сравнению с весной, получается, ценники на 2 месяца выросли. Это когда у нас доллар начал повышаться, и люди начали скупать абсолютно все. Рынок сейчас, если честно, нестабильный. Да, но сейчас по чуть-чуть ценники начали понижаться. И в настоящее время очень сложно сделать какие-то прогнозы. Почему? Потому что, во-первых, непонятные до конца ситуации с санкциями. Это раз. Второе. В условиях, когда вот сейчас у нас опять пошло понижение курса рубля после некоторой стабилизации и его укрепления, сейчас некоторые эксперты ожидают, что цены на автомобили прекратят понижение. То есть, был период, когда вот буквально последний месяц автомобильные концерны, дилеры, прежде всего, начали снижать цены, используя различные механизмы, в частности, скидки, бонусы и так далее, значит, ну, различные подарки. Сейчас, видимо, эта ситуация как-то затормозится. Люди просто будут ждать, какая будет дальнейшая динамика курса рубля, валютных курсов, значит, ну, и в целом ситуация по учетной ставке Центробанка. То есть, если Центробанк начнет дальше все-таки понижать учетную ставку, значит, до приемлемого уровня, соответственно, снизятся ставки по автокредитам, возможно, это даст какой-то толчок для активизации рынка автомобилей. Продолжение следует...